Привет! Спасибо за приглашение, что позвали меня. Что рассказать о себе? Меня зовут Лейла, как вы уже и сказали. Мне 18 лет. Я обычный подросток из Алматы. Про мою семью у меня обычная, типичная казахская семья, которая состоит из мамы, папы, из надоедливых братьев и сестер, ну и, собственно, меня. Сейчас, на данный момент, я не учусь, а следовало бы. В следующем году, думаю, поступать, как хочет мой отец. Он хочет, чтобы я поступила в Казгу. Ну, я не знаю. Посмотрим. Но я не хочу учиться. На данный момент, пока я особо ничем не занимаюсь, ну, немного подрабатываю, почему бы и нет, скоро лето. В свободное время я люблю погулять со своими друзьями. У меня сейчас свободного времени и так много из-за моей подработки. Поэтому, когда выпадает свободное время, я встречаюсь с друзьями, целый день уходят на обычные прогулки, гулянки, вот. На лето у меня, наверное, в планах работать. На данный момент у меня нету парня и не было. Ну и, может, пока что не будет. А про первую любовь, наверное, как таковой ее и не было. У меня... Я не такая влюбчивая. И, возможно, обычные симпатии. Но, если так, то я могу влюбиться в каждого прохожего. Я меломан, слушаю абсолютно все. Я люблю рок, люблю рэп. Не русский рэп, а такой ниггерский рэп. В недавнее время я полюбила поп, ну, точнее, кью-поп. Как вы делаете? Вообще, для начала я создала свой канал. Это было в далеком 2014-ом, по-моему, году. Когда я начала смотреть кучу-кучу прям блогеров, я запуталась, кого я смотрела. Поэтому я создала свой канал, чтобы на них подписаться и постоянно следить за их обновлениями. Сама начала снимать видео я, наверное, в прошлом году, еще весной, ну, примерно год назад. Я закидывала такие обычные релаксовые видео, там, что-то снимала, вставляла музыку. А первое мое разговорное видео – это вот кип-поп-пати. Конечно, были, когда я снимала видео, у меня были пирсинги везде, ну, как везде, на лице. И люди в основном как-то негативно реагировали. Люди – это в основном парни были, которые говорили, зачем тебе это надо? Казашка, ты же казашка, казашкам так нельзя делать. Первый вопрос – это ты казашка? Второй вопрос – из какого ты города? Третий вопрос – Лейла, когда видео? Давайте начнем с того, как я вообще полюбила и начала слушать эту группу. Я до этого вообще не слушала группы такого рода. Но почему мне они понравились – это тем, что, ну, они меня зацепили своей такой креативностью, непохожестью на других, потому что я сама люблю как-то выделяться из толпы, и чтобы люди тебя замечали, а их люди замечают. И мне понравился их стиль, и после этого и сама музыка. Они внесли огромные изменения, если можно так сказать. Я начала больше разговаривать на казахском. Я начала увлекаться казахстанским шоу-бизнесом, что странно. Наверное, ничего. Мне кажется, что все вот эти вопросы – это слишком личные, я бы не хотела им ничего задавать. Бывали ситуации, когда на концертах, ну, недолгое время вы находитесь в одном помещении или же недалеко друг от друга, и нет, не было такого момента, чтобы я хотела задать им какой-то вопрос. Мне достаточно того, что я знаю. Мне очень сильно нравится, можно сказать, рэп-партия Эйзи и Зака, ну, или даже их песня, которая называется «Айп тама мене». И давайте я какое-нибудь четверостишье Зака зачитаю. «Кили-кили-негиснедеркерегиместисимдеминкубителебелиснедертеремберемкинисмдебелиснедекелисдекелисдекелисгкалдур, о!» «На Интюан я желаю огромного, ну, успеха не только в казахстанском шоу-бизнесе, но и вообще во всем мире. Их и так сейчас знают более ста стран вроде бы. И чтобы вообще весь мир их знал, чтобы они давали огромные концерты за границей. Им, в общем, неиссякаемого вдохновения постоянно. И главное, чтобы они не звезданулись, оставались такими же обычными простыми людьми. А «Иглз» я не то чтобы желаю, я советую быть более человечными, не ревновать каждому столбу, если так можно сказать. И также хочу, чтобы наш фандом увеличивался, становился все больше и больше. «На Интюан мы вас любим!» И вообще все бахту болмдар!